Слово «президент» не было придумано американцами, однако именно из США оно начало свое триумфальное шествие по миру. В средневековой Англии президентами называли ректоров некоторых университетов, а в американских колониях Британии – лидеров-колонистов, поскольку глав колоний губернаторов назначал король. После того, как американцы начали борьбу за независимость, президентами называли лидеров континентального конгресса, парламента, который и руководил борьбой с империей, однако это скорее было вежливое обращение. Колонисты добились независимости и сформировали первую современную республику, для которой написали первую современную конституцию. Принципы американской республики и американской конституции в последующие столетия в большей или меньшей степени копировали практически все государства мира. Однако в конце 18 века основатели Соединенных Штатов Америки столкнулись с проблемой, как назвать главу исполнительной ветви власти. Американцы ненавидели монархию, которую ассоциировали с угнетением и произволом, поэтому и для обозначения должности было использовано нейтральное слово «президент». Оно было зафиксировано во второй статье Конституции. Это латинское слово обозначает человека, который председательствует в собрании. Но проблемы не закончились. Было неясно, как обращаться к президенту США. Традиционное и общепринятое Ваше Величество по понятным причинам не подходило. Ваше превосходительство было недостаточно значительно. Поэтому во время инаугурации первого президента Джорджа Вашингтона к нему обращались как его высочество – президент Соединенных Штатов и защитник их свобод. Роялистское высочество республиканцев не смутило, поскольку это был титул принца или герцога, намного уступавших по статусу величеству. В 20 веке титуловка значительно упростилась. Сейчас главе американского государства прилично обращаться так – господин президент или достопочтенный президент. Президент США недолго был единственным президентом мира. Уже в 1807 году в мире появился второй президент – Республики Гаити. После этого количество королей в мире стало неуклонно уменьшаться, а количество президентов увеличиваться. Слово «президент» было прогрессивным и современным. Дошло до того, что незадолго до краха СССР генеральный секретарь ЦК КПСС и председатель Верховного Совета СССР стал президентом. Сейчас в составе ООН 193 государства, во главе 153 из них стоят президенты.